МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости дня на канале ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редемонтировали балюстрады. Рудимент сталинского ампира, который мешал сходу снега. За свой счет, значит, им не засчитали ни время, ни деньги на снос этих балюстрад. Но они сделали так, чтобы нам оставалось потом в дальнейшем жить легче. Вот. То есть добросовестный такой подрядчик попался. Некоторое время назад в здании заменили коммуникации. Сейчас восстанавливают фасад. По словам губернатора, за несколько лет программу капремонта удалось сделать более эффективной. Подрядчики, уходившие в тень сразу после получения аванса, уже редкость. Доступ к работам получали не самые надежные компании. После этого, как вы знаете, были внесены изменения в правила. Теперь двухэтапный отбор подрядчиков в ходе конкурса. Это дало результат. Мы видим, какое количество домов, получивших ремонт сразу, мы прибавили. Но вот только за прошлый год было на территории области отремонтировано почти 760 домов. Однако, по мнению Андрея Травникова, сегодня необходимо повысить финансовую дисциплину самих новосибирцев. Сегодня, с учетом собираемости взносов на капремонт, на каждый десятый объект рабочие придут позже плана. Кстати, по этой же причине в регионе наметилась тенденция отказа от спецсчетов в пользу котлового фонда. Собираемость по спецсчетам, она, конечно же, похуже, чем в общем котле, потому что механизмы контролирования по спецсчетам, они слабее законодательством прописаны. И у нас государственная жилищная инспекция определенным механизмом периодически переводит своим решением в общий котел спецсчета, по которым как раз невысокая собираемость. В планах за год отремонтировать более 700 многоквартирников. В январе в краткосрочную программу капремонта дополнительно внесли 57 зданий. Работы обойдутся областной казне примерно в 3 миллиарда рублей. Николай Сальников, Борис Гладких. Новости ОТС. Жители региона будут меньше платить за вывоз мусора. Профильный департамент областного правительства утвердил изменение тарифа. Это стало возможным после принятия постановления о снижении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Благодаря чему организации, которые обслуживают полигоны, смогли скорректировать ставки на захоронение твердых бытовых отходов. Уже с 1 июля жители области будут платить 88 рублей и 62 копейки в месяц на человека. Известную новосибирскую спортсменку Елену Рухляду нашли живой в лесу под Новосибирском. Напомню, девушку похитили накануне утром. В совершении преступления подозревают бывшего мужа Рухляда Ярослава Фокина, экс-сотрудника силовых структур, который, по словам друзей спортсменки, после развода не давал ей спокойно жить. Его уже задержали. По версии следователей, именно Фокин похитил бегунью и увез ее в лес на берегу Аби, откуда на лодке они уплыли вниз по течению. Сейчас здоровью жизни девушки ничего не угрожает. В редакцию новостей ОТС обратился житель Новосибирска с просьбой о помощи. Бывшего военного, который десятилетиями жил в служебной квартире, выселяют на улицу. Ситуацией разбирался Дмитрий Белькевич. В 50 лет остаться без жилья вместе с женой и несовершеннолетней дочерью такая перспектива вырисовывается у бывшего военнослужащего из Новосибирска. 30 лет он прожил в поселке Гвардейске, где квартиру ему предоставили в качестве служебного жилья. Но история, в которую попал Юрий Цветков, довольно темная и содержит много неясных моментов. К примеру, заселялся он не в служебное жилье. Спустя год квартиру признали таковой. Также по закону через 5 лет жилье ему должны были предоставить по общим основаниям. Но этого сделано не было. Вопросы вызывает также то, почему Юрия выселяют спустя годы после увольнения с военной службы, а не сразу же. Не менее интересен и тот факт, что суды как первые, так и апелляционные инстанции удовлетворили требования Минобороны и решили выселить семью с ребенком без предоставления другого жилья. В итоге новосибирец обратился к журналистам и написал видеообращение к президенту Владимиру Путину в надежде, что его услышат и не допустят несправедливости, и семья с маленьким ребенком не окажется на улице. Все подробности этой истории мы расскажем в вечернем выпуске новостей. Новосибирск 6 тысяч километров из запланированных 12 пройдены. Представители самого крупного мото-сообщества России устроили пробег на мощных байках и сегодня всего на час задержались в Новосибирске. Зачем мотоциклисты колесят флагами по просторам страны и где завершат свое путешествие, расскажет Анастасия Бойко. За моей спиной не совсем обычные байкеры. Съемочную группу канал ОТС пригласили принять участие в нестандартном мотопробеге. Его организует мотоклуб «Ночные волки». Это старейшая организация байкеров в России. И ребята в честь 30-летия своего клуба решили устроить значимый пробег по территории всей России. Они стартанули 5 июня из Владивостока. Уже побывали в Хабаровске, Улан-Удэ, на Горном Алтае и сегодня сделали небольшую остановку в Новосибирске. Братья, а именно так они называют себя, признают, что самое сложное в пути – это усталость. Каждые 200-300 километров приходится делать небольшие остановки на заправочных станциях. Вариант передохнуть есть только в таких условиях, а затем нужно снова двигаться в путь. Кстати, среди этих брутальных мужчин находится и одна женщина. Она решила поддержать своего супруга и тоже приняла участие в таком пробеге. Кстати, завершится он 10 августа в Севастополе. Там пройдет самое грандиозное байк-шоу в России. И там же братьев будет ожидать Александр Залдостанов. Это байкер и хирург, он очень известен в России. И там же на этом мотошоу подведут итоги и отметят 30-летие мотосообщества. Оно обо всех подробностях, а также об истории этого мотоклуба, об истории сибирского отделения ночных волков, я расскажу вечером в программе ДПС. На этом у меня пока все. Тем временем в Новосибирск сегодня прибыли необычные туристы из Европы. Они путешествуют по России на трейлерах. Подробнее расскажет Дмитрий Антипов. Сегодня несколько десятков гостей из Германии и Швейцарии прибыли к нам в Новосибирск, чтобы изучить город. Приехали, кстати, своим ходом на трейлерах. Чаще их называют домами на колесах. Кстати, гости из Европы очень отметили чистоту в Новосибирске. При этом были они не только на главных улицах. И в целом сошли наш город достаточно ухоженным. Прямо сейчас мы находимся в музее паровозов, где европейцы узнали о том, какую же роль играют железнодорожные перевозки в жизни нашего региона. А вечером часть из них отправится в цирк, а остальные на концерт симфонического оркестра. А уже завтра европейская делегация отправится на следующую остановку своего туристического маршрута в город Иркутск. К другим темам. Новосибирская дельфиня презентовала новое шоу в программе «Поющие киты, играющие на гитаре морские львы» и многое другое. На первом представлении побывала наша съемочная группа. Подробнее готова рассказать моя коллега Екатерина Новгородцева. Катя, добрый день, вам слово. Да, здравствуйте, Иван. В этом году для зрителей приготовили новую программу. Если прошлым летом морские обитатели и юные зрители учились в школе «Океана море», то теперь им предстоит сдать зачеты, чтобы с чистой совестью отправиться на карнавал и заслуженные каникулы. В новой программе можно увидеть морских львов, белых полярных китов, белух, моржа, ну и, конечно же, дельфинов. Новое шоу предполагает и новые трюки. Например, для всех пришедших станцуют моржиха Тика с белухой Чемалом, которые в привычном среде не встречаются вместе. Сначала мы их знакомили между собой, понятное дело, потому что содержатся все животные в индивидуальных бассейнах, у каждого своя квартира, так сказать. Ну и, понятное дело, здесь, на Большой воде, сначала мы их познакомили и покормили за это. Объяснили, что нет никакой опасности, что все хорошо, что будем дружить и дальше будем вместе работать. Кроме всего прочего, если раньше программа была более развлекательной, то теперь она образовательная. Здесь вам расскажут, где живут морские питатели, чем они питаются и какие есть у них необычные способности и особенности. Ну и, конечно же, всех пришедших ждет необычайное зрелище. Иван. Спасибо, Екатерина Новгородцева о новом шоу «Новосибирской дельфинии». И в завершение о спорте. Новосибирский фехтовальщик Вениамин Решетников стал чемпионом Европы. Саблист принес сборной России первое золото турнира, которое в эти дни проходит в немецком Дюссельдорфе. Решетников в финальном поединке нанес поражение соотечественнику Камилю Ибрагимову с разгромным счетом 15-7. Таким образом, 33-летний новосибирец выиграл свой четвертый титул чемпиона Европы и второй в личном первенстве. Первое личное золото Решетников завоевал ровно 10 лет назад. А вот действующая чемпионка мира Софья Познякова не смогла дойти до медалей на континентальном турнире. Девушка завершила борьбу на стадии 1-16 финала. Без медали осталась и шпажистка Любовь Шутова. Она уступила немецкой спортсменке в первом же бою. Впереди российских фехтовальщиков ждет командный турнир, а завершится чемпионат Европы 22 июня. На этом пока все. Слушайте новости региона на первом областном радио 54 на 106,2 в Новосибирске и 101,2 в Тагучине. Итоги дня подведем в 20.30. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok